всем доброго дня я пущусь во все тяжкие и хочу сегодня выразить свою точку зрения мнение обычного человека сидящего сейчас в данный момент в обычной квартире в самом обычном краснодаре далеко не в самом дорогом районе города знаете я считаю что в наше время чтобы выразить себя не всегда нужно выходить на улицу да и нужно думать зачем туда выходить навальный сейчас всех вот это видео сейчас всех призывает выйти на улицу выходим давайте будем топить против путина путев путин плохой путин такой потенцигой я практически не политический человек вообще ну да я знаю партии я знаю либо расти демократы социалисты и так далее но это такие азы да совершенно все это далеко от этого но это видео которое сейчас набрало уже 38 миллионов меня просто будоражит я поняла что я посмотрите то кто то не посмотрит абсолютно без разницы я просто хочу высказать свою точку зрения по этому поводу я не хочу чтобы нам навязывали то что нам навязывают эти говорят так навальный говорит все уходим свергаем правительство знаете что страшно я уверена что завтра на улице выйдет какое-то количество людей на на улицу и будет с каким-то там транспарантами плакатами стоять чего не сделаем мы и по понятным причинам я хочу чтобы услышали нас обычных людей людей которые здесь и сейчас находятся в положении я считаю что это очень очень ужасно что нам навязывает постоянно свои точки зрения то одни то вторые то третье и складывается мнение что вообще ничего не имеем никаких возможностей и так далее что я вижу в этом видео конкретно про видео но видео полная лажа видео полнейшая просто лажа без каких-либо нормальных прямых доказательств чего-то чего-то конкретного и так далее начнем с того что это супер секретный объект если это супер секретный объект как тогда там летает квадрокоптер туда можно подплыть там можно посмотреть все эти фотографии гуляют в интернете каким-то образом это все происходит если это супер супер секретный объект я думаю что у путина достаточно власти чтобы вытащить все это из интернета и в том числе это видео это видео просто какой это ну это комическая ситуация сейчас это все для того чтобы сделать свои какие-то моменты вот вот это все клоунская выходка ну обычная клоунская выходка не более того собравшие 38 миллионов я не знаю мне этого навального бедного хочется принять не просто на него смотреть как на лидера а каком лидерстве вообще идет мне нужно пожалеть его обнять и пожалеть он несчастный человек с несчастными глазами просит нас выйти и топить за правительство за какое правительство мы пойдем топить за кого за него за собчак который голосует за лгбт который хочет голубизну привнести в нашу жизнь давайте все пошли в народ пойдемте гейпараду устраивать вы чего вообще совсем щукнули что кого куда как как какая страна свободных отношений мы ничего не умеем мы ничего не знаем мы отсталые мы отсталые по менталитету по развитию по многим моментам вы вы за кого-то пить пойдете если вы пойдете за кого вы пойдете топить стране нужен сильный человек с политическими взглядами с возможностями политических отношений у нас некоторые политики в двух слов связать не могут я уже не говорю что они должны хотя бы как минимум общаться с руководителями стран навальный как бы вообще смешно но это смешно все они это смешно это комедианты это как вот жириновский был клоуном клоуном остался хотя бы умный мужик но это вот лично мое мнение какая улица закон за куда я зачем я пойду ну бред конечно такое-то ужас вообще просто во-вторых такое видео невозможно снять за пять месяцев это видео явно спланировано было гораздо раньше гораздо раньше и это все было спланированная акция ну понятно что и новичок и так далее отсюда выйти кешь впоследствии для нас разыгрывает определенный спектакль для наших людей я очень счастлива что хватает вот в эти игры просто заниматься собой не 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 играть вот в эти ваши торжественные выступления отравили посадили убежал но все знают кто такой навальный откуда он пришел но вы что и почему он играет на ну блин на два фронта мы же тоже не дураки совсем ну конечно понимаю не всем но все таки поэтому друзья мои топить то не за кого нам не за кого топить есть путин вы знаете я недавно стала задумываться о том как мы жили в 90 я родилась в восемьдесят третьем году пережила и дефолты и конфликты и войны и все много чего поэтому могу сказать как человек который видел это все на своем примере значит смотрите как мы жили раньше в 90 все помнят я сейчас напомню всем как мы не как нечего было есть и мы спасались хозяйством сельскохозяйственным что мы могли кушать да то что вырастили дома коровку свинку картошечку вырастили морковку посадили маме не платили зарплату 8 месяцев папа стал инвалидам и у так у многих семей да есть было нечего пить было не все каких путешествиях мы говорили какой жизни свободной какой-то там перемещениях мы были не было ничего что есть у нас сейчас у нас есть возможность выбора ты можешь жить там ты можешь жить там у нас есть возможность куда приехать отдохнуть Стали ездить чаще, гораздо стали ездить чаще И все равно все кричат, что плохо-плохо В 90-е не осталось вообще ничего Ни пенсии, ни зарплаты, ни работы, ни садик Вообще ничего, все разворовали, все расхреначили Учителя доедали последний хэби с солей Я помню, как это все выглядело Я помню, как это было Мой учитель не мог себе купить одно платье раз в год Я не шучу, да, сейчас и никто Я думаю, все это вспоминают И меня поймут сейчас Лихие наши 90-е годы Идем дальше Сейчас что есть? Честь возможность? Учителей есть возможность У нас есть возможность, у школьников есть возможность Хочешь учиться, иди учись Ни хреново учишься, иди учись платно Ну что это в этом Такого сверхъестественного Я сейчас сказала Да ничего, особенно говоря Это все естественные вещи Сейчас жить стало лучше, не хуже Да, не хуже, ребят, нет Не надо думать, что это так И что-то там своровали Да, своровали Вы знаете, я сама лично мечтаю О трех гектарах своей личной земли Я сама хочу себе дворец Квадратов тысячу, наверное, не меньше А это, Владимир Владимирович На минуточку Президент Российской Федерации И все эти люди, которые Вы ему приписываете Там, Динаморск и так далее И так далее Там, потом, винодельческие заводы Это все люди, которые Богатейшие люди страны Идите, зарабатывайте деньги Да, у нас нет возможности С удовольствием политическим Каким-то делам К их кругу и так далее Если другая возможность Вы знаете, мы очень часто Практически раз в две недели Ездим здесь, по Краснодарскому краю И очень часто как раз ездим В ту сторону Джанхот, Абрау-Дюрсо Виноградники, Динаморки и так далее Там не только путинские виноградники, друзья мои Там есть обычные фермеры С которыми мы лично знакомы Которые просто взяли в аренду землю Выращивают виноградники, делают вино Подняли попу, встали, пошли делать Взяли в аренду Похудели И пошли развивать свои плантации Свои виноградники, яблоки и так далее И сады, все что хотите Друзья, это все в ваших руках Это вообще не придумано никем и ничего Хотите, идите, работайте Не хотите, сидите дальше возле телевизоров И смотрите на все это Вот что я хотела сказать Поэтому это особо говорить больше не из-за чего Ну, что тут еще добавить Ну, я хочу добавить, что в эти игры Обычный человек не играет Мы все видим, мы все понимаем И прекрасно видим, кто такой Владимир Владимирович Путин Я сейчас не говорю, что он идеальный руководитель Вообще далека от реальности Потому что я не там Я не могу понять, что происходит Какие политические игры у них происходят Как они делают финансовые отчеты Это вообще не мое Я вижу, как я сейчас живу И я вижу, какие есть у меня возможности Я могу летать за границу Я могу переезжать по стране Я могу выбрать жизнь там, где я хочу Я могу делать то, что я хочу Я могу съездить отдыхать в Крым Крым наш И этому я безумно рада И мне он очень нравится Вот, друзья мои Подумайте об этом Смотрите, лидер должен быть сильным Лидер должен быть грамотным Правильным и умным У меня все Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!